Возьми, пожалуйста, подпиши. А на что я только что подписалась? Ну как на что? Ну, на помощь голодающим детям Африки, волонтерства в Красном Кресте и ежемесячные отчисления в фонд бездомным животным. Отдай. Эй, эй, эй! Насильным эмпатом, конечно, не будешь, но я считаю, нужно учиться сопереживать друг к другу. Ведь это то немногое, что отличает нас от роботов. Предлагаю разобрать эмпатию на запчасти и смазать шестеренки в нашем механизме сочувствия. Сегодня в программе изучаем эмпатию, способность считывать эмоции окружающих. В каком возрасте мы понимаем, что не все хотят и чувствуют то же самое, что и мы. Спасибо тебе, друг мой! Почему одни люди не способны понять даже близких им людей, а другие могут увидеть историю взаимоотношений даже среди геометрических фигур? Вот агрессор пытался пробиться кругляшочку, а квадратик его защищал. И как вы поступите с нахамившей вам продавщицей, которая дала лишнюю сдачу? Докажете ее рублем или проявите эмпатию? Пряток тебя. Простите. Ничего не повезло. Разобраться в теме помогут. Марк Гринберг, психотерапевт. В работе с пациентами постоянно сталкивается с проблемами из-за отсутствия эмпатии. Татьяна Бородавкина, педагог, который учит других педагогов в погоне за баллами не упускать эмоциональную составляющую. Юлия Стрельская, специалист по канистерапии. С помощью собак топит лед в сердцах людей и учит их быть человечными. Существует целый ряд признаков так называемого эмпата человека, который способен чувствовать и сопереживать другим. Ну, например, у вас хорошо развита интуиция, но это вовсе не значит, что у вас какая-то особая связь со вселенной. Нет, просто вы получаете больше информации от того, что хорошо чувствуете эмоции и мысли людей. У меня вопрос к экспертам. Так ли важна эмпатия в современном мире? В конце концов, в наш век гаджетов и роботов. Может быть, это качество уже атовизм? В эпоху гаджетов как раз она наиболее важна. Дело в том, что эмпатия – это такое качество, такая способность, которая позволяет человеку, собственно говоря, как делать карьеру, так быть успешным во взаимодействии с другими людьми, выстраивать коммуникацию. Это не только механизм эмоционального интеллекта, это и то, что помогает нам выживать. Можно предположить, скажем так, что когда древний охотник в свое время бежал по лесу в поисках всяких зайчиков, прочих оленят, ему же важно было предполагать, каким образом он может встретить свою добычу. То есть для того, чтобы предполагать, ему необходимо было в идеале чувствовать себя этим зайчиком, этим волком, этим медведем, этим тигром. То есть это как раз механизм, который помогал, как сказала уже Татьяна, выживать, в том числе за счет того, что ты мог поставить себя на место другого. И сейчас, в принципе, мы тоже видим, что эмпатия, она же применяется… Вот весь маркетинг, по большому счету, построен на эмпатии. Никуда мы от нее не уйдем. А вот мнение о том, что в современном обществе эмпатия не нужна, ну, конечно, она нам мешает. То есть мы это видим во всем. Так как я ответственна за собачью тему, как только поднимается в интернете тема собак, и сразу два непримиримых лагеря. Те, кто против собак и того, что они гадят на газонах, и собаководы, которые говорят, да вы гадите еще больше. И никто не может поставить себя на место другого. И поэтому решения не находятся уже много-много лет. Эмпатии нам не хватает, да? Очень не хватает. Ну, получается, эмпатия – это то, что делает нас людьми. Тогда мне интересно, в каком же возрасте человек становится им в полном смысле этого слова? Ответ на этот вопрос в нашем первом эксперименте, в котором приняли участие малыши от года до двух. Смотрим. Принято считать, что дети – эгоисты, и ни на что, кроме собственного «хочу» не ориентируются. Мы проверим это убеждение на прочность. Перед малышами стоит выбор – печенье или брокколи. Любой ребенок знает, какой выбор правильный. А что, если другой человек демонстрирует, что ему не нравится сладкое печенье, а нравится безвкусное брокколи? А дракоша, знаешь, дракоша – печеньки? Не, не любит. Не, я не люблю печеньки. А брокколи? Ммм, ммм, вкусные брокколи. Теперь самое главное – что протянут дети на просьбу дать что-то вкусненькое? Они будут ориентироваться на свой собственный вкус или на вкус этой странной тети с ее драконом, то есть проявят эмпатию. Варюша, дай дракоши что-нибудь вкусное, вкусное. Покорми, дракоши. Пожалуйста, дай что-нибудь вкусненькое. А, какое вкусное брокколи. Ам-ням-ням-ням. Лерочка, а ты дракошу покормишь? Покормишь дракошу? Большая часть детей безоговорочно выбирают печенье, игнорируя вкус того, кто просит. Но двое проявляют эмпатию, тем самым разрушив теорию о том, что дети не способны понять чувства и принять желания окружающих. Спасибо тебе, друг мой! Так вкусно! Спасибо, Яромир, спасибо. Хочу сказать, что результаты нашего исследования немножко разошлись с результатами подобного исследования, проведенного в США. Американцы заявили, что их дети начинают ориентироваться на вкус того, кто просит, на его чувства уже в полтора года. А в нашем эксперименте брокколи протянули только мальчики, которым уже скоро исполнится два. А значит ли это, что уровень эмпатии зависит от национального характера и географии? Марк? Это чисто мое предположение. Это связано с тем, что мы, во-первых, не научены на протяжении многих достаточно поколений отслеживать именно эмоции, именно чувства, переживания других людей. То есть мы очень многие годы живем в ситуации выживания, а чем стабильнее себя ощущает общество, тем спокойнее оно в том числе относится к принятию чувств, переживаний другого. И дети, которые в этом эксперименте, очень замечательные дети, которые в том числе демонстрируют то, чем для ребенка вообще важна вот эта эмпатия. Потому что ребенок через эмпатию вообще учится взаимодействовать с окружающим миром. Он учится, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Ну, Татьяна, вот Марк сказал, что национальный характер имеет место быть в уровне эмпатии. А как вы считаете, вот я слышала, что есть разница, человек городской или деревенский? У них уровень эмпатии тоже разный. Да, я тоже слышала то, о чем вы говорите, даже читала про это. Исследователи сошлись во мнении, что городские жители менее эмпатийные, нежели чем сельские. А почему? Приводилось несколько гипотез и то, что нет такой жесткой конкуренции между людьми, и то, что люди в городе более разобщены. И в том числе там приводилась такая гипотеза, что вот сельские жители, которые больше общаются с животными, якобы у них уровень эмпатии еще от этого возрастает. Ну вот у нас Юля с Дорой пришла к нам в студию. Юля специалист по канистерапии. А кто не знает, это разновидность реабилитации, которая способствует развитию умственных способностей и эмоциональных. Юля, расскажите, пожалуйста, как это происходит? Животные – это вообще уникальный тренажер именно для выработки эмпатии. С одной стороны, у них очень похожие на нас чувства, эмоции, только они проще и они легче выражаются. И когда ты смотришь на собаку, немножко совсем узнав это животное, ты уже понимаешь, когда ей хорошо, когда ей плохо, когда ей страшно. Может, нам что-нибудь продемонстрируете с Дорой? Как вы? Развиваете эмпатию в детях. Эмпатию? Я вот долго думала, как это, ну вот мне сложно. А можно Вику взять? Вик, ты когда-нибудь работала с животными, с собаками, дрессировала? Нет. Прекрасно. Давай попробуем. Дарусь. Вика, у тебя будет такая задача. Тебе нужно будет Дору посадить, положить и поставить. Ага. Дора. Дора. Дора, иди сюда. Ты можешь просить меня все, что нужно тебе для этого? Ну, им, наверное, кормушка уже нужна. Молодец. Вот первый шаг. То есть ты встала на место Доры, для чего бы ты подошла? Да. Дора уже. Давай попробуем положить. Ложись. Ну, это, наверное, нужно вот так. Вика сейчас использует человеческую речь. Сейчас Вика дойдет до собачьего. Вика залает? До собачьего. Да. Вика, импровизируй. Ты не знаешь вот ту команду, которая у нее вызывает условно рефлекс. Ага. Поэтому попробуй объяснить так, как ты можешь, чтобы она легла. Ну, мне же можно с ней соприкасаться. Бога ради. Все что угодно. Давай прилежем. Давай, только не бейся. Вот. Ну, молодец. Вот. Кушай. То есть собака проще всего понимает язык тела. И к нам ходят детки, в том числе, с нарушением слуха. И для них, например, это очень важно, что несмотря на то, что они не говорят команду, они могут собаке это объяснить. То есть они могут с ней взаимодействовать. И они через язык тела, через собакин язык тела общаются. А вообще, я говорю, собаки просто уникальны. Например, к нам приходила девочка, у которой были проблемы в садике. Ну, не могла она в коллектив никак влиться. И тут к нам приходит новая собака. Наши терапевты такие матерые, говорят, а ты кто такая? Она начинает там что-то делать так, как ей кажется. Наши собаки быстренько ее прессуют, говорят, у нас вот так. А у собак это все происходит с таким. Они не кусаются, но вот так показывают, что они по этому поводу думают. Девочка до этого сидела, потом спросила, какие правила она нарушила. И у нее появилась мысль, что, может быть, она в садике ведет себя как-то не так. У нее все хорошо, все наладилось. Но именно собаки помогли ей встать на место других людей. Спасибо большое. Присаживайтесь, спасибо огромное. А у меня вопрос к нашим гостям из последующих экспериментов. Вот Виктория у нас актриса. Вика, скажите, пожалуйста, а вот в вашей профессии насколько важно умение сопереживать и сочувствовать? Как-то на сцене, если честно, об этом сильно прям не думаешь, потому что ты и есть этот герой. А когда ты со стороны как-то размышляешь о нем, смотришь, конечно, сопереживаешь. Очень сильно. Слушай, ну если сопереживать каждому герою, то можно очень быстро выгореть эмоционально. Вот как с этим справляются актеры? Они быстро умеют гасить это. И все, одна актриса, она стояла на похоронах своего мужа, плакала, а другой как-то частью мозга думала, надо это состояние запомнить. Что как-то вот это гасит все немножко. Что она это запоминает, чтобы на сцене мог так же сделать. Прежде чем показать наш второй эксперимент, мне хотелось бы спросить у его участника Ильи. Вы считаете себя эмпатом? Для меня эмпатия это совокупность инструментов. То есть я, допустим, занимаюсь с детьми, я их учу в математике. Я должен понимать, что ребенок сейчас ощущает, когда занимается ей, даже как-то подойти по-другому. То есть спросить, что у тебя получается, не получается. Он может быть обижен на себя, на меня, что я ничего не так ему объяснил. Либо на себя, что он что-то не понимает, что считается глупым. Нужно что-то почувствовать и как-то с ним помочь. Давайте уж посмотрим наш эксперимент, в котором мы проверили, способны ли люди сочувствовать неодушевленным предметам. Мы можем испытывать сочувствие не только к живым существам, но и к неодушевленным предметам. Причем мы сами наделяем их разумом и чувствами. И сегодня мы продемонстрируем вам, как это работает. Мы предложили испытуемым посмотреть короткий мультфильм. Вот этот. Теперь люди должны рассказать нам, что они только что видели. Я увидела историю про геометрические фигуры, про то, как шарик влетел во вход какой-то. А у квадрата с треугольником не получилось этого сделать. И потом они все исчезли. А что они все делали? Хаотично перемещались. Перемещались. Хаотично перемещались? Никакой истории вы там не увидели? Нет. Эти две девушки не увидели ничего, кроме движущихся геометрических фигур. Но все ли люди видят то же самое? Мне показалось, что квадратик зелененький – это парень, мужчина, а кругляшочек синенький – это девушка. И показалось, что они в отношениях, потому что они были довольно близки друг к дружке. И застекла их какая-то беда, опасность в виде красненького треугольничка. Но я видела конфликт. То есть они между собой конфликтовали, они не могли договориться, чье это будет место. Лица, скажем так, назовем их в виде квадратика и кругляшочка, производили какое-то общение. И потом в виде агрессора залетает треугольник. Агрессор пытался пробиться к кругляшочку, а квадратик его защищал. То есть это, в принципе, всю историю, которую я увидел. Во всех справочниках определение эмпатии примерно следующее – это способность живого существа сопереживать и понимать чувства других. У нас же в эксперименте сложилась буквально парадоксальная ситуация. Его главными героями были неодушевленные предметы, просто фигуры, которые хаотично двигались по экрану, как верно отметили девушки. Но, тем не менее, некоторые участники эксперимента, и Илья был среди них, сами наделили эти неодушевленные предметы разумом, чувствами и увидели целую историю. Вот, хотелось бы знать, в чем разница между этими людьми, которые видят историю, которые не видят историю, с чем это связано? Как раз это и есть проявление эмпатии, способность поставить себя на место другого, одушевленного или неодушевленного. Есть такой проективный тест, он может по-разному выглядеть, но, грубо говоря, если попросить любого из нас сейчас рассказать о какой-нибудь из этих палок, трубочек, которые там стоят, каждый из нас расскажет свою историю. Почему? Потому что каждый из нас возьмет что-то, так сказать, из себя, поместит в эту трубочку и расскажет увлекательную историю о приключении этой белой, да, или вот хромированной, скажем так, штуке в этом жестоком или, наоборот, очень добром мире людей. А кто-то скажет, что за пургу вы мне тут вообще гоните, так сказать, трубка, какие у нее могут быть истории, какие у нее могут быть переживания. Но это как раз вот способность помещать в себя, переживать, и в том числе вот для эмпатии же очень важно, да, не просто переживать там другие чувства, да, не просто сочувствовать, а отделять свои чувства от чувств других людей. Илья, как вы это сделали? Вы тренировались на треугольниках? Как вы разбили в себе такую эмпатию? У меня есть кот и хомяк, и для меня лучшие друзья, я с ними болтаю. То есть я говорю, кот, сегодня мы с тобой занимаемся этим. Что ты на меня смотришь так? Пойдем, позанимаемся гитарой или математикой, им объясняю, начиная та-та-та-та, и он на меня такой смотрит. Татьяна, вот я знаю такой один эксперимент, когда ученые избивали на глазах у многочисленных людей робота. И казалось бы, это груда железа, но люди мало того, что заступались, они плакали, эмоционировали. Вот что происходит в голове человека, когда он вступается за эту грудь железа? Точно так же, как ребенок, который наделяет свою игрушку какими-то качествами, человеческими качествами, играет за себя и за эту игрушку, точно так же и здесь сработал тот же самый механизм, и он работает. Я бы хотела два слова добавить относительно Ильи. Все-таки, вы знаете, вот у педагогов профессионально важное значимое качество, которое в том числе введено и в систему аттестации педагога, это как раз эмпатия. И то, о чем говорил нам вот как раз Илья, то, как он работает с ребятами, готовя их по математике, это как раз вот чуткая демонстрация того, что это качество у него действительно присутствует, раз он будет однозначно хорошим педагогом точно, а может быть там, скорее всего, что и больше, чем хороший педагог. Юля, скажите, пожалуйста, а как собаки реагируют на агрессию по отношению к другому существу, не к ним? Они будут защищать? Ну, это очень по-разному, это очень зависит от собаки. Однозначно они чувствуют, что это агрессия, и им неприятно. Меня часто спрашивают, испытывают ли собаки вот эмпатию, то есть сочувствуют они, сопереживают ли детям, устают ли от этого. Я могу сказать, что собака эмоционально очень устает. Не потому, что там это какие-то энергии и перенос болезни, не этот бред, конечно, но собака пытается понять ребенка, то есть на самом деле пытается, она пытается понять, что ей нужно сделать. И для многих собак, например, два часа в день – это предел. А вот волонтеры, которые приходят с собаками, вот для многих из них эта работа становится очень тяжелой. И здесь, в принципе, то, о чем говорил Марк, спасает именно то, что человек чувствует себя нужным, и он может дать выход своей эмпатии. Ну, мне кажется, все волонтеры и альтруисты – это люди, вот как раз эмпаты по большей части. С самого начала передачи мы говорим об эмпатии, как о качестве, которое либо есть, либо его нет. Но сейчас нам хотелось бы продемонстрировать, что эмпатия зависит не только от личностных качеств человека, но и от внешних факторов. Смотрим. Вы считаете себя эмпатом? Человеком, способным сопереживать и сочувствовать? А если мы скажем, что ваша эмпатия еще более изменчива, чем прогноз погоды? Продемонстрировать это нам поможет Виктория, актриса ТОП-театра. Если с актеров попрут, то я пойду сюда работать. Сегодня Вика играет роль невнимательного баристы. Она улыбается людям и спрашивает, как у них дела, и обсчитывает их. Не в свою пользу. Вика докладывает в сдачу лишние деньги, а мы наблюдаем, кто из клиентов вернет их. Ведь все знают, что с персонала высчитывают недостачу. О, девушка, вы мне, по-моему, больше дали на 100 рублей. Да? Простите, пожалуйста. Вот ваш сдач. Простите, пожалуйста. А, хорошо, извините, пожалуйста. Люди охотно возвращают лишние деньги. Были те, кто ушел с лишней сдачей. Но, кажется, они сунули деньги в карман, не считая. Теперь меняем условия игры. Настроение у Вики портится. Она неприветлива и даже грубовато. Станут ли люди сопереживать такому человеку? Сделайте нам два экспресса. Как вы сказали? Экспресса. Экспресса? Да. Вы не знаете, что это? Ну, я знаю экспресса. Вам какой объем? Приятного вечера. Приятного вечера. Простите. Ну, непорезанное. Клиенты подолгу смотрят в чек и пересчитывают деньги. Как будто ничего не могут понять. Люди долго думают. Стоит эту девушку пожалеть или наказать? Заберите. Чаще всего решение принимается не в пользу Виктории. Но, кажется, эти женщины намерены вернуть деньги даже после того, как им нахамили. Что? Простите. Спасибо. Виктория, поделитесь, пожалуйста, насколько сложно было участвовать в нашем эксперименте? Самое сложное было, это, конечно, смотреть на реакцию людей. Там девочка была, я прям помню, у нее такие косички большие были. Она пришла, вроде как улыбалась, все. А я начала хамить, как-то дерзить. И она ушла, прям вот так вот скнела сразу. Пошла и кому-то еще нахамила. Да, мне кажется, она тоже вот пошла. Я ей передала вот это настроение, она его забрала и дальше кому-то передаст тоже. Илья, вы как реагируете на таких людей? Ну, я на самом деле реагирую вопросом в себя. Зачем вы так поступаете? То есть, что я же вам сделал? Я думаю, ну вот, я никогда не скажу ему против. Не скажу ему, что почему вы себя плохо так ведете, почему вы меня дерзите. Я просто промолчу. Я почувствую на себя всю эту нагрузку, всю эту боль, которую он в меня выплеснит свою. И попытаетесь поднять это настроение? Деньги-то вернете? У меня вопрос. А мне интересно, вот в практике, как лучше действовать, если человек тебе нагрубил, выместил на тебе какое-то зло там или еще свои негативные эмоции? Стоит промолчать или ответить тем же проще, чтобы не держать в себе накопленную негативную энергию? Это очень, скажем так, многогранный вопрос, потому что держать в себе оно, конечно, тоже не стоит. Но, с другой стороны, очень часто встречается, надо поговорить, надо обсудить, надо проговорить. К сожалению, бывают люди, с которыми нечего обсуждать, которым нужно возвращать прямо здесь, непосредственно, физически, в конкретное место, которое ответственно за восприятие чужого поведения. А есть люди, с которыми надо проговаривать. А вот эмпатия, это в том числе умение различать, да, это не о том, что надо быть добреньким, это не о том, что надо там сочувствовать каждой букашке, птичке, так сказать, да, собачке, человечку. Нет, это как раз в том числе умение различать, кому и как можно ответить. А знаете, когда вот самая крутая эмпатия среди кого? Среди автомобилистов. Мне кажется, здесь вот каждый чувствует себя на месте другого, и стоит только открыть капот, обязательно кто-то останавливается. Но это при аварийных ситуациях не всегда, я вам хочу сказать. Потому что, когда ты едешь, вот чтоб тебя уже ненавидят, все тебя ненавидят, каждый день буквально сталкиваюсь с этим. Да, но вот я когда только начинала ездить, то есть меня все ненавидели, потому что я плохо ездила, и вот я прям чувствовала человеческую ненависть. Но стоило мне сделать что-то особенно тупое, от чего моя машина вставала, то есть я где-нибудь завязала или в яму, я помню, в какой-то этот, в ливневку. Тут же выходил какой-то суровый мужик и меня молча вытаскивал. Я помню, как-то одного мужика спросила, то есть, ну, спасибо большое, почему вы помогаете? Он говорит, я чью-то бабу вытащу, потом мою кто-то вытащит. Говорят, что уровень эмпатии в мире вообще стремительно падает в связи с роботизацией, гаджетами. Мне хотелось бы знать, какие тенденции вот сейчас существуют по этому поводу. Куда мы идем? Нас ждет эра агрессоров. Проблемы с эмпатией нам грозят как раз тем, что человеческое общество, если не будет эмпатичных людей, оно просто развалится, оно перестанет быть человечным. Но эмпатию надо пестовать, нужно учить понимать эмоции других людей, первоначально их хотя бы называть, отзеркаливать, а не сидеть в гаджете. Когда твой ребенок упал, ты говоришь, ну что, мужик, вставай, давай, пошли дальше, да? Сейчас еще от родителей так много требует общество, и, ну, обычная мама – это такой супермен. Она должна ребенка водить на кучу кружков, ей некогда там вот идти по дороге, поднимать камешки, разговаривать о воробушках, о собачках. Вот я хочу, чтобы родители, ну, немножко как-то себя тоже освобождали, потому что то, что у них есть, это больше даже, чем вот самого-самого развивающего кружка. И просто отдавайте это своим детишкам. Между прочим, ученые выяснили, какие животные самые эмпатичные. И это не собаки, а слоны. Эти толстокожие гиганты оказались очень чувствительными и всегда успокаивают напугавшегося сородича, поглаживают его хоботом и издают специальные звуки. Ну что ж, давайте попробуем конкурировать со слонами, отложим гаджеты и отправимся за живым общением. А если новые знакомства даются вам тяжело, может быть, у вас заниженная самооценка, о ней поговорим через неделю в следующем выпуске программы «Нестандартная и легко о психологии». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова